Сегодня на очередной четвертой сессии депутаты областного Маслихата утвердили годовой отчет по исполнению бюджета 2020 года. Его основная часть была направлена на социальную защиту населения, поддержку бизнеса и улучшение жилищно-коммунальных условий. Перед работой сессии депутаты вспомнили и почтили минуты молчания память о коллеге по цеху Катаулы Ашигалиева. Он был бессменным депутатом на протяжении шести созывов и запомнился коллегам и землякам, как один из деятельных представителей народа, поднимающих острые проблемы сельского хозяйства и другие актуальные вопросы региона. В ряды корпуса, согласно партийным спискам, был избран Альжан Шамшидин. Что касается основных расходов бюджета в прошлом году, они были связаны с чрезвычайной ситуацией по COVID-19. Средства в основном направлены на поддержку социальной сферы, аграрного сектора, малого и среднего бизнеса, транспортной инфраструктуры и улучшение жилищно-коммунального хозяйства. Поступления в бюджет были исполнены на 260,5 миллиардов тенге. Это рост более чем на 40%. По итогам 2020 года расходы областного бюджета освоены на 98,9%. За счет этих средств реализованы 212 административных бюджетных программ. 90,5 миллиардов это расходы в социальной сфере. ЖКХ 18,4 миллиарда, сельское хозяйство 25,7 миллиарда. На транспорт и коммуникации 20,7 миллиарда. Промышленность, архитектура и строительство 13,3 миллиарда. Были также озвучены показатели достижения целевых индикаторов программой развития территории области. Их предусмотрено 47, 25 из них достигнуты в полном объеме. По направлению экономика достигнут индикатор рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, который составил 115%. Вместе с тем на фоне карантинных ограничений отмечается недостижение индикатора индекс промышленного производства, обрабатывающий промышленность. На снижение объемов производства повлияли проблемы поставки комплектующих деталей из-за временной приостановки деятельности поставщиков в результате карантинных мероприятий. В сельском хозяйстве индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства составил 96,8%. Предусмотрены индикаторы по обеспечению занятости, уровню безработицы и по инфраструктуре достигнуты. Отчеты по исполнению бюджета были обсуждены и в итоге приняты депутатским корпусом. По бюджету 2020 года уже депутаты сказали, значительно больше, чем в 2019 году. Я думаю, все жители всех районов и наших городов видели, какие работы были выполнены. И в этом году у нас стоят не менее амбициозные планы. В ходе работы сессии депутат Турарбик Тельмисов поднял вопрос качества и строительства дорог, особенно в южные районы. Из запланированного строительства 118 километров не построено ни одного. Пользуясь вашей трибуной, я предлагаю пригласить сюда представителей Казавтожол и Акимов этих районов. Люди страдают от таких дорог. Скоро июль, сроки подходят, а объемы выполненного очень малы. Наши подрядчики, конечно, которые были на тендере определены, большинство из них очень слабо сейчас ведут работу. Мы с министерством, с Казавтожолом, руководством сейчас, буквально с сегодняшнего дня, там наша проверка сейчас уже на дорогах идет. Это республиканские дороги, республиканский бюджет, но правильно сказали, раз это на нашей территории дороги строится, мы, конечно, на контроль будем держать. Я министру уже сказал, министр всем подрядчикам поручение дал увеличить мобилизацию, технику, людей. У нас реально осталось около 120 дней погоды, которые позволяют ложить дороги. Вот за 120 дней нам практически 120 километров надо построить, поэтому на контроле держим. К тем подрядчикам, которые будут плохо или некачественно выполнять свои работы, конечно, и будем выходить на правительство, чтобы приняли к ним очень жесткие и серьезные меры. Мурад Жакибаев предложил создать рабочую комиссию из числа депутатов по рассмотрению и изучению проблем с нехваткой воды в регионе. Это предложение также было поддержано. У нас сейчас с Министерством экологии, геологии, природных ресурсов тоже определенный вариант решения этой проблемы. Конечно, помощь специалистов нужна, поэтому в ближайшее время сейчас подумаем, как в виде приглашения на аутсорсинг, наверное, все-таки нам специалистов надо, я думаю, извиняюсь, каких-то научных институтов приглашать, потому что, к сожалению, в нашем регионе хороших миллиараторов гидротехников на сегодняшний день не осталось. Кроме того, на сессии были внесены изменения в ряд решений Маслихата. Бюджет текущего года будет уточнен на следующей сессии. Ее председателем избрана Ляна Турсынова.